У нас с вами идет месяц смирения и очищения, да? И сегодня Бог положил мне на сердце такое слово, как начинается пробовать. Кого Бог увидит? С вопросительным знамом. Вот вам интересно, кого Бог увидит? Оказывается, Бог, когда смотрит на землю, вот кого-то видит, а кому-то говорит, видеть не хочу. Кого Бог видит? Давайте откроем сами. 62-ю главу. И вклад в положение на камеру. Как всегда. Харькова так, Мария, Слава. Итак, кого Бог видит? Последняя глава. 66-я глава. С 1-й и 2-й стих прочитаем. Так говорит Господь. Небо престолное, земля одно же и многое. Где же построить его дом для меня? И где место покоя в нем? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А дальше вот эти главные стихи. И вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Слово призрю означает не просто увижу, что этот человек есть. Но означает, услышу его молитвы, преклоню свое сердце к ему нужда. Стану участвовать в его жизни. Просто войду в его ситуацию и буду с ним. Потому что перед этим стихом, говорит, где место покоя моего? Оказывается, когда Бог смотрит на землю, Он ищет место, где бы ему отдохнуть своим присутствием. И Бог говорит, какой дом вы мне построите? Какой дом вы, какую гостиницу вы предоставите мне, чтобы я нашел в ней покоя? И ответ очень простой. Бог может успокоиться в нашем сердце. Но это сердце должно быть смиренным, сокрушенным и крепещущим пред словом. Где место покоя? Бог видит тех людей, которые, во-первых, смирили свое сердце. Представьте себе. И сейчас Бог смотрит в этот зал. И Он смотрит не просто на дела наши. Потому что иногда нам кажется, ну что мне еще сделать для Господа? Ну что еще я, я вот пойду, наверное, сейчас в детский дом буду служить. А потом, может быть, еще займусь благотворительностью. А потом еще что-то. Это классно, это здорово. Но там не место покоя. Боже. Слышите? Бог говорит, где место покоя моего? Бог не успокаивается от того, что мы приносим Ему какие-то дела. Для того, чтобы Богу найти свое пристанище. И нужно наше сердце. Вот на кого я призрю. И первое слово какое? На смиренного. Что же такое это смирение? И что вообще с ним делать? И как его в себе развить? Да? Или как его в себе культивировать? Давайте с вами в местописание пойдем, чтобы нам понять, что же Бог говорит о смиренных и неосмиренных людях. В чем выражается, допустим, несмирение? Михея 6, с 8 стиха. Михея 6, с 8 стиха. Михея 6, 6, с 8 стиха. Церковь, 902-я страница. Бог обращается прямо к тебе сейчас и говорит, «О человек, скажи мне, что добро и чего требует от тебя Господь». Действовалась повеливо, видела милосердие и смиренно, мудренно ходить при Бога. А дальше, с 10 стиха по 16, идет описание мирской системы ценностей. Смотрите, что говорит Господь. Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестия уменьшенная мера и отвратительная? Вы знаете, я недавно совсем узнала, что даже на заправках, на бензиновой заправках, вот эти, умудряются как-то так рассчитывать бензин, что тебе вместо, допустим, 40 литров наливают 38 и 39. Уменьшенная мера. То есть, как бы должно быть 40, получить 39. Элементарно наполнитель для кота, я вчера покупаю, написано 4 килограмма. Домой прихожу, поднимаю и понимаю, там, ну, если 3,5 есть, дай Бог. Уменьшенная мера. Вы обратите внимание, что сейчас цены не меняют, но уменьшают в виду. Если раньше мы с вами брали вот такую банку, потом она столько же стоит, но только уже сейчас килограммового практически нет продуктов. Они почему-то все стали 900 грамм. Потом стали 850. Хлеб был вот такой, теперь вот его два раза вкусил, уже нет. Потому что уменьшают меры. Стараются вроде как бы незаметно, потому что те же самые деньги отдают, бдительность как бы твоя притрублена, да? Но только ты скоро возьмешь майонез, который действительно от нас тут на ложку можно вывезти, и все. Потому что были вот такие, потом такие, потом такие, скоро уже вот такие, мизинчиковые. Уменьшенная мера отвратительна. Могу ли я быть чистым, связанными неверными, с обманщиками гений, и перенесут. Так как богачей его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, язык есть обман, кустахов. Кто мне недавно рассказывал, что детский капитал, чтобы получить, тебя там, это ты не говорил. Сначала назначать какую-то госпошлину, да, или что там? Ну, короче, создали еще одну фирму, не через нее получить нельзя, но когда ты через нее получаешь, часть детского капитала отрезается, остается в антифирме последний, который помогает тебе получить этот детский капитал. Поэтому вот так вот, да, дают тебе 350, а науки ты получаешь сколько? 318. 318. Неплохо отрезают. Я не сцельно поражу тебя опустошением за грехи твоих, ждет стиль на расплату, они думают, что это будет все, вот так, бесследно. Ты будешь есть и не будешь сыном. Пустота будет внутри тебя. Знаете, ко мне, как психологу люди приходят, ты чаще, что они говорят? Пусто в сердце. Пусто. Хоть и все есть, а пусто. А потому что это от Бога. Будешь хранить, но не убережешь. Аминь. Как многие хранят. Прямо хранят изо всех сил, а это сквозь пальцы раз утекает. А что сбережешь, предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Молодец. У меня в этом году они знакомы. Посели кабачки. Они выросли. У полу вообще таких малюсих было. А хозяйка, когда увидела, что там, в этом месте, не все зеленые, а стали желтеть некоторые. Ну, она решила, что раз они желтые, нафиг они нужны. И все, которые немножко желтые, она взывает мастер. А оказывается, они растут еще от того, что из листьев тянут в эту пищу. И в результате все кабачки погибли. Все, ну, просто вообще все грядки и все пустые. То есть, ну, то, что говорится, да, будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться и лей. Вышли, что наградный сок, а не напить не будешь. А почему? Сохранились у тебя обычаи о Марии и все дела дома Ахамова. И вы поступаете по чьим советам? По советам их. Не по Божьим советам, а по их советам. И предам я тебя обустошению, жителей твоих посмеянием. И вы понесете поругание народа моего. Другими словами, человек, облученный от Бога, не умеет Богу советоваться. И он не может жить по другому обычаю, кроме как по обычаю этого мира. Ну, так все же живут. И сравнивает себя, и взвешивает себя, соотносясь с системой ценностей этого мира. Он говорит, ну, все же так делают. И я бы так же делаю. Но Господь говорит, опустошу тебя, пустота будет внутри тебя, будешь есть и не будешь сыт, будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, предам ничего, будешь сеять, а жать не будешь. В чем-то причина. А причина вот твоего слова. Смирение. Что же такое смирение? Если сказать самым простым выражением, то апогель смирения, или самой вершиной смирения, была фраза Иисуса на Евсиманском саду. Помните, что он сказал? Не моя будет, но твоя, да будет. Иисус смирил себя, черепица написана в 2-й моменте, быв послушным даже на смерти креста. И сам механизм смирения очень простой. Это когда тебе чего-то очень сильно хочется, а ты этому хочется, говоришь, не будет. Не моя будет. Но будет то, что хочет Господь. И я хочу вам сказать, что не всегда мы ясно слышим, что хочет Господь. Правда? Не всегда нам понятно, что ты, Господь, от меня хочешь. Некоторые читают Слово Божье и, ну вот так вот, прямо буквально, или не понимают, или не слышат. Но я хочу вам сказать, что Бог и не ждет, что мы прямо сразу будем послушны голосу Божьему. Потому что он объясняет наше возрастание, или наше духовное рост, через запыкновенные примеры без жизни. Скажите, ребенок, доколе он в детстве, пока маленький, он перед кем должен быть смирен? Перед Богом или перед родителями? И даже не приходит в голову у нас требовать, чтобы малыш трехлетний встал на колени, поднял мне к небу и сказал, не моя воля, но твоя добудет Господь. И даже в пятерку не ждет, правда? Андрей и часто говорят, не моя воля, Господь, но твоя добудет. Но это нереально. Но дети просто не могут еще. Аминь. Поэтому мы с вами вырабатываем это смирение очень простым способом. У нас должен быть разный человек, который он может отчет. Это очень просто. Бог говорит, смирись под крепкую руку мою. Но Бог есть Дух. И руку свою он отдает кому-то из людей. Он говорит, вот моя рука будет вот в этом лидере. Или в пастыре. Или для жен в мужа. Или для детей в родителях. И когда мы говорим, смирись под крепкую руку Божью, мы означаем, что где-то эта рука как крепкая есть. А она физическая, понимаете? Это не духование, когда мы думаем, как же мне, я же такой смиренный перед Богом. Только людей слушать не хочу. А перед Богом я смиренный. Я прям запрушен, я трепещу, я плачу в твоей комнате. Спрашиваешь, ты у кого? Послушаем. Ты у Бога. Грусуерство. Раз у Бога, значит, ни у кого. Раз у Бога, значит, ни у кого. Почему? Потому что непокорный человеку, непокорен Богу. Так говорит Слово Божье. Слышите? Каким образом, скажите, наши дети знакомятся с Богом? Кто для них Бог? Родители. Правда? Наши дети познают о том, какой Бог через нас. Они смотрят на нашу любовь, которая у них появляется, на нашу справедленность, на нашу честность по отношению к ней. Насколько мы соблюдаем свои обязательства, если обещали их детям, то выполняем. Насколько мы заботимся, носим их нужды. Насколько мы защищаем наших детей. И потом уже они проецируют и переносят это отношение к Богу Небесному. А они, то же самое касается и в смирении. Невозможно быть сразу смиренным к Богу. Слышите? Нельзя, вот так нельзя миновать возраст, младенчество, отрочество, юношество. Представляете, такой родился и сразу отец. Он вылез с бородой. Здравствуй, папа. Никто еще с бородой оттуда, инаким, знаете, зрелым, с расстоявшейся личностью, такой невыгранным в зуду. Все одинаково рождаются тупые, пустые. Почему так смело? Говорю, потому что именно человек рождается подобно дикому ослёнку. Представляете, как он? Дикий осёл вообще. Мы все так, как раз, мы говорим, ослёнку. Дикий причём, неприрученный вообще. И, говорит, родители, по тебе этого ослака приручать будете. Вы должны научить его в первую очередь чего? Послушать. Чтобы он послушается. Чтобы он вас учил, чтобы он вас уважал, чтобы он вас ценил. И это важно, родители. Потому что, если вы научите его, ему будет легче почитать меня, уважать меня и ходить смиренно внутренне передо мной. Аминь. Знаете, почему сегодня люди так Богу не поступают? А потому что почти все дети в буте перед родителями. Дети родителями непокорны. Аминь. А непокорны родителям. Ему и Бог очень трудно. Очень трудно. Потому что непокорный человек, он непокорит Богу. И если ты в своей жизни никогда не тренировал послушание и смирение перед человеком, послушай, у тебя ничего не получится с Богом. И это все будет просто театр. Сейчас объясню, почему. Потому что на самом деле смирение, дорогие мои, это очень глубокое состояние внутри нашего сердца и наших мозгов. Это не внешние поступки и действия. Слышите? Господь, как говоря о слове смирение, имеет в виду неповедение, недина, которую вы делаете, изображая из себя во слушных и смиренных и дамы. Бога это смирение вообще не впечатляет. Смирение находится, знаете, где? В сердце и в ум. Потому что слово смирение очень часто в Библии истолкуется как смиренно-мудрее. Где находится мудрый, скажите? Смиренно-мудрее. То есть, это способность смирить свои мысли. Не когда ты внешне ведешь себя как послушный, как подочетный, как тот человек, который, вроде бы, готов исполнять все приказания. Но когда вот это состояние смирения находится внутри глубоко, в твоем мышлении, это вообще образ твоей реакции мысленной на любое приказание, которое и дает тебе насадок. Именно тот человек, которому на тобой поставил Бог. Начальник, родитель, муж, лидер. То есть, это состояние ума. Смиренно-мудрее, это состояние твоего мыслительного процесса. Не так же у тебя внутри. Ну хорошо, да? Когда начальник говорит по члену, сядь. Стоит. Я кому сказал, сядь. Он опять стоит. Он говорит, что не понял, я тебе сказал, сядь. Он там садится. Себе внутри будет хорошо, я сяду на душу, я стою. Понимаете, почему? И это очень важный аспект. Я бы даже сказала, один из самых важных. Потому что именно на территории смирения происходит замещение воли. То есть, у нас есть воля своя и есть воля Божья. И только когда мы с вами вырабатываем в себе площадку смирения, тогда вместо нашей воли нам может открыться воля Божья. Мы очень часто с вами просим у Бога плана на свою жизнь. Мы говорим, Бог, покажи мне мое будущее. Бог, покажи мне мое предназначение. Скажи, какие дела я должен сделать. Вот я, возьми меня. Но если у тебя нет вот этого аэродрома, чтобы открылась воля Божья, Бог не может проговорить в твое сердце. Потому что написано, Бог смиренного видит и гордому дает узнает издали. Чтобы Бог увидел и мог действительно открыть тебя волю Божью на свою жизнь. И план тебе очень важный, чтобы у тебя сердце было в смирении. Чтобы выбор твой был и решение твое было. Не в твою пользу, не в пользу твоему, а в пользу Божьему. Левитом 16.29. Сейчас несколько мест прочитаем, потому что я хочу, чтобы кое-что вы увидели. Вы мне сами расскажете. Левитом 16. Открывай. Левитом 16. В 10-й день месяца, но сначала можно и добудете ее для вас вечно восстановлением. В 7-й месяц, в 10-й день месяца. Что делаете? Смиряйте души ваших. Запомните эту фразу. 31 стих читаем здесь же. Эта суббота покоя для вас. Для чего? Смиряйте души ваших. 23 стих. 23 глава переворачивается здесь же. 23 глава. Считаем 27 стих. День очищения. Да? 9-й день месяца день очищения. Да будет у вас священное собрание. Какая цель этого собрания? Смиряйте души ваши. 32 стих здесь же. Это суббота покоя. Что делаете? Смиряйте души ваши. И числа 29-7. Число это следующее, после этого книга идет. Число 29-7. Десятый день седьмого месяца. Пусть будет у вас священное собрание. Что делаете? Смиряйте тогда души ваши. Скажите, какое части личности человека касается смирения? Если вы говорите, что человек состоит из духа, души и тела, то когда мы говорим о смирении, вот здесь, в этом контексте, чего касается души, теперь назовите мне, из чего состоит душа. Эмоции, чувства и мысли, разум и воли. Вчера у нас был потрясающий пост-эккаунт. У нас была замечательная тема. О чувствах. И то, что делает ябл с людьми, он подсадил людей на чувства. Люди привыкли двигаться не словом Божием, не истиной, не принципами, не ценностями, а в основном чувствами. Более того, это происходит настолько бессознательно, что человек даже не отдает себе отчетов. Просто он встает вот утром, и у него какое-то чувство. Он может встать с правой ноги, у него одно чувство. Он может встать с левой ноги, у него другое чувство. Да? Ну вот просто непонятно. Может потому что дождь идет. И какое-то такое чувство. А потом, кто-то тебе позвонил, у тебя до этого было одно чувство, и у тебя сразу другое чувство. Или ты наоборот, встретил кого-то, у тебя было одно чувство, смотришь, совсем другое чувство. Мы все чувствительные. Правда, Витя? Более того, все, на что рассчитано, реклама, бигборды, все эти вещи, чтобы вызвать в нас чувства. Прямо чувства. Там все, и интонации, и краски, и музыка, и сюжеты, только чтобы поиграть на струнтах нашей души. Аминь. И вот эти чувства, они наоборот, суть на человеку уздечку. И именно эти чувства управляют нами. Но скажите мне, где Слово Божье нас вдохновляет водиться чувствами? Где-нибудь Бог говорит? Послушай внимательно свои чувства. Что они тебе говорят? И вот что они тебе говорят, как разума. Если чувствуешь, что веришь, молись. Если не чувствуешь, что не веришь, молись. Если чувствуешь, что радости, хвали Господа. Чувствуешь, нету радости, а ну его благо. Мы вроде улыбаемся, но на самом деле все это так. У нас такой умелый дух погиб. Лидер, помолитесь за меня. Ничего не понимаю, ничего, и все плохо. Все, все плохо. А что плохо? Не знаю, не понимаю, все плохо. А просто чувствую, вот чувствую, вот чувствую. То была вера, горела, сейчас вообще ничего. Никто нет, веры, ничего нет. Кто сказал? Библию новую, что ли, получил? Все, прислали с неба новое писание, и там написано, Бог и нет, весь вышел, ушел в руку и вселенную. Откуда у тебя это появилось? Тень, 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 Понимаете, мы стали заложник от наших чувств. Знаете, мы все делаем для наших чувств. Эти шторки не хочу. Не хочу эти шторки. У меня не чувство на своей неправильной. А вот, вот это платье я тоже не хочу, потому что, когда я надеваю вот это платье, у меня, я как-то не чувствую, я чувствую себя мне плохо, мне неудобно, неуютно. И вообще, я в плохой машине себя чувствую плохо. Хорошо себя чувствую, плохой, плохо чувствую себя. Понимаете? Ну, это же так, аминь. Зачем тебе нужен, скажи, это, ну, не знаю, Мерседес? Или, как я говорю, эти большие машины? Валене. Американцы. Ханганер. Зачем это нужно? У тебя проблемы с самооценкой, что ли? Ну, ездить вообще, просто, чтобы ездить, передвигаться, можно на поле простой машины, зачтить это долго колесо. А потому что я чувствую себя по-другому, когда я в хангах сел. Сестру нашу встречала, когда мы вместе общались. Я хочу с петербург машину. Итальянская машина. Альфа Ромео. Я говорю, кого ты хочешь? Я даже не знаю, если честно, как она будет. Альфа Ромео. Я говорю, зачем она тебе? Ну, это же Альфа Ромео. Я говорю, блин, она, в России таких нет, я бы в Таре ездила. Я говорю, да ну, какая тебе нужна? Мне нужна черная, на ней, ты знаешь, она черная. Мне какой-то там плак, она назвала, я даже тоже название не знаю, он так вот отливает. И я подумала, ё-моё, что готов только человек себе не сделать, ради того, чтобы его вот эти вот чувства, они так, если были там на отметке, ну, 30, они так, вау, до 70 скакнули. И она, я представляю, вот этот момент, вот он, Альфа Ромео, она идет, за него садится и все, жизнь была в отсуте. Потому что чувства пришли те, которые она так хотела пережить в этом черном Альфа Ромео. Я вот этот момент жалко. Потому что на это тратится время, деньги, мозги, потенциал, талант. Все работает ради того, чтобы однажды дать досу своим чувствам. Скажите мне, зачем наркоман колется? Им состояние нужно. Они вот этого чувства, вот этого переживания ищут. Зачем алкоголики пьют? И чувства надо свободы вот этой, когда все комплексы разрушены. Зачем, скажите, нам нужна хорошая кухня, хороший ресторан, все вот это. У нас все направлено на удовлетворение своих чувств. А знаете, что удивительно? Они не высотимы. Ты им сколько не удовлетворяешь? Их мало. Ты им одну пару туфлей купил, смотришь, вот так вот, вот так поставить так идешь и сейчас есть чувство. Нет, никаких чувств уже нет, полнотку. Я вам серьезно говорю. Женщина так, ледерок открывает, смотрит на все свои вещи и знаете, что она делает? Она же себя тестирует на чувство. Это? 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 Надо пойти в шопинг. потому что там ну вот так. Все кормит наши чувства. Представляете? Я уже не говорю, что молодежь, которая влюбляется. Все. Ни глаз, ни ума, вообще ничего не остается. Ничего не видит, ничего не слышит. Все. У них просто как бы так. Это сложное чувство. Мозги отсутствуют совершенно. Забывают и про веру, и про Бога, и про все. Почему? Потому что вот он. Ну вот он. О, Господин мой, что ты хочешь? Какой там Господь? Уже все забыли, что верующие были, что в церкви нет. Потому что когда на него смотрят такие чувства, что понимаются. Чего? Все уже? Чувства пришли? Сейчас пришли. Так вот, дорогие мои, когда мы говорим о смирении души, знаете, что прежде всего мы нашли свидетель, наши чувства. Чтобы прекратили они нами управлять. Я чувствую любовь к этому брату или не чувствую. Я чувствую вдохновение или не чувствую. Когда мы говорим с вами о смирении, первое, что мы опуздываем и смиряем, это наши с вами чувства. А для этого надо их начать отслеживать и поставить их под контроль, чтобы чувства наши нам отчинывались. чтобы наши чувства были нам от отчетных. Аминь. И чтобы не сносил у нас башню от того, чтобы нам какие-то чувства нахлывали. Более того, у нас, знаете, сколько в Боге искателей чувств. я не говорю, что чувствую Бог, это Бог так хорошо это нам. Но не ради чувств, хоть и не хоть, Господи, и не ради переживаний только. Аминь. смиряйте души ваши. Знаете, что интересно? За чувствами обязательно рождаются мысли. Потому что пришло чувство, ну, Бог, чаще всего, да, с однокоменцем. И рождаются мысли. Так, как-то это чувство надо повторить. Как-то мне это желание, которое у меня родилось, да, гордость моя, тщеславие мое, свое мудрое, как-то надо ему подлетаться. И поэтому приходит уже что? Продумывание картинки, воображение, как же это делать? И уже в следующем за эти мысли обязательно идет какой-то дурацкий выбор. Совершенно дурацкий. Потому что если начало дела было с чувств, я вам сто процентов на выходе будет какая-то самая. Никогда чувства не могут быть фундаментом какого-то надежного строительства. никогда хорошим основанием, хорошим фундаментом может быть только понимание или познание воли Божьей по отношению к этому делу, которое ты собираешься делать. Но не чувства. Смиряйте души ваши. Это значит чувства, мысли и решения. Все из чего состоит наша душа чувства, разум и воля. Так ведь. Значит, когда мы говорим о смирении, оно должно касаться смирения наших эмоций, смирения наших мыслей и смирения наших выборов. Вот так можно тебе так поступить, но понимаешь, что ты не соответствует словам Божьим. Значит, смиряйтесь в себе. И не надо говорить «Ну я не владел собой» или «Ну это было сильнее меня». «Ну что то меня понесло». Да? Мы должны смирять в этот момент, давать себя четко и смирять в этот момент чувства, мысли и поступки или выборы наших. И для этого нам нужно может быть иногда это будет полезно почитать то, что называется противоположным. Потому что как есть смирение или смиреномудрие, о чем мы с вами говорили, да? Противоположностью знаете, что является? Высокомудрие. Высокомудрие. Есть смиреномудрие, а есть высокомудрие. И это анагонизм. Это абсолютно противоположные вещи. Что такое высокомудрие? Или еще в Библии это называет высокоумие. Давайте наберем с собой несколько стихов и поразмышляем. Смотрим на Сафонию 2.10. Сафония 2.10. Открывайте Библию, потому что Бог может быть вам что-то другое проговорит через это местописание. Всегда смотрите Слово Божьи глазами Сафония 2.10. 2.10. 2.10. но смысл какой смотрите с 8 слышал я поношение мама как они издевались на пределах посему же говорит господь саваупа израиля мама будет как садом цены омона будут как оборок достояние крапивы соленое рыдвину пустыню на веки остаток на моего возьмут и добычу уцелевших из людей мы получим их наследие за это и за что за высокомерие их за то что они издевались и величать над народом господа саваупа то есть здесь еще как бы легкое место почему потому что это не нас касается это касается языческих которые выступают против нас а вот давайте почитаем вам из 68 высокомудрия народа будет поздравлено 68 здесь уже речь идет о верующих именно те кто входит в церковь смотрите дорогие мои глава 6 до самого начала она начинается горе кому беспечно на сегодня надеющимся на город самарийскую именито первенствующего народа который приходит дом израиля то есть когда мы как верующие надеемся на то что нам кто-то поможет умели кто-то протянет руку кто-то поддержит какие-то связи какие-то взаимоотношения господь говорит я не смотри на то что они первенствующий и смотри на то что они вообще такие как ты думаешь на них можно положиться 4 стих знаете вы которые лежите на можем и злоновой кости нежитесь на постелях ваш и ведь лучше полных и ставить лицо в стучного пастлища поюте под звуки гусли думаю что владеете музыкальным ароматами пьете чашки но мажется с не лучшими мастями и не болезнуете или болезнуете не знаю как правильно о бедстве иосифа зато не пойдут они в плен во главе пленных и кончится рекование из нежных клянется господь боксово самим собой так говорит господь боксово гнушаюсь высокомерие я ненавижу чертоги его придам город и все что наполняет его то есть оказывается и верующий человек может попасть под высокомерие высокомерие когда он свою меру ставит выше чем другую когда он ставит свое суждение выше чем другое даниила 7 7 8 20 стих даниила 7 здесь вообще очень сильная иллюстрация как бог разбирается с высоко мере и высокоуме 7 18 20 7 и 18 сначала смотрите что написано здесь идет описание вот этого видение которое было у даниила и вот один из стихов описывать я смотрел на эти рога и вот выше между ними еще небольшой рог и 3 из прежних рогов скорбит расторгута были перед ним и вот на этом роге были глаза как глаза человеческие и уста который так говорили высокомерно дальше опять он рассказывает свое видение 11 читать видел я тогда за изречение высокомерных слов какие говорила зверь убит назад моих тело сокрушено и бреда сожжение и сайт вторая глава последнее место посмотрим дальше писать вторая глава 12 18 стих и подведет день господа своего на все гордое и высокомерное на все превознесенное и она будет унижена на все кедры ливанские высокие и превозносящиеся на все дубы и вассанские на все высокие горы на все возвышающиеся холмы на всякую высокую башню на всякую крепкую стену на все корабли фарсийские на все вожделенные украшения и и падает величие чьё человеческое и высокое людское унизится и один господь будет высок в тот день слышите бог очень серьезно разбирается с любого рода высок высокомерие посмотрите сколько раз здесь употребляется корень этого слова высокие превозначающие высокомерное гордое превознесенное возвышающиеся знаете почему потому что единственный кто высок написано высок над всеми народами а наша с вами задача от всякой вот этой высоты избавляться от можно быстрее потому что господь говорит даже если сегодня они еще величаются даже если сегодня они думают что они чего-то бог посмотрите здесь вожделенные украшения кораблей фарсийский да и нам нечистивый у них такие дачи у них такие коттеджи у них такие машины у них вообще столько бабла они все такие ходят ну и себя крутые когда он не говорил в деду поленина стоит три джипа все с черными стеклами всех одинаковые номера допустим заканчивается пятьдесят шесть у кого пятьдесят семь у третьего пятьдесят восемь стоит я какой-то ну такой туз большой весь такой тоже блестящий и вокруг него еще братков в костюмах тоже столько же стоит ну типа телохранители которые ухраняют и вот но она у меня умница же все знают что она у меня умница она я не могу понять если ты хочешь у тебя его где-то не пришли спрятаться хочешь иначе зачем ты войска телохранители такой вокруг то зачем же так бедренности потому что даже если но не хочешь но все равно как вернешь голову посмотришь потому что ну как непривычно чтобы подряд стояли три тонированных абсолютно одинаковых крутейших машинка и чтобы вокруг тебя такая армия стояла ну тут не привлекайся внимание сядь на троечку какую-нибудь там обладите рукой стюнчик какую-нибудь кепочку никогда не за что тебя не просто расстреливать не будет и не надо тебе будет вот этого я буду ты понимаешь это же никто не видит это все сделано для чего чтобы вот как разновидно приехать остановиться чтобы выйти знаете что во все люди живущего увидеть как я высок я высок какой у меня устал высоченный и господь говорит я поставлю все высокомерие все гордые взгляды человека все высокое людское унизится послушайте гордость это главный порог из-за которого по улице ферр и всякий раз когда мы с вами не смиряемся и не делай москезу своему разуму но пытаемся превознести себя выше кого-то другого мы с вами попадаем под эту же самую категорию высокоумие смотрите высокоумный да что это такое это который ум свой настолько сильно почитает настолько сильно превозносит что думает у него в уме хватит мудрости как жить и хватит ответов на все жизненные вопросы у меня вчера на консультации был один молодой человек и я смотрела на него и просто ой мне так обед его охота была вот прям как сына и так сказать господи ну расслабься ну что ж ты такой крутой-то прям вот такой крутой что круче некуда и прям вот знаю все знаю ответы на все вопросы нет мне бог не нужен я попробую справиться сам представляете насколько сказано что сказал безумие в сердце своем нет бога насколько человек ум свой превознёс высоко что он думает что в его уме есть ответы на жизненные вопросы что вот в этом но и сколько там у нас сколько процентов наших мозгов задействует вот трех процентов мозгов у него есть вообще понятия принципы жизни ценности это же какое-то безумие настоящее я бы это когда глаза вот на улицу выходит и вообще за какой нибудь отвечаешь ну чтобы хоть задуматься что ведь не твои мозги все это создали вообще не делал человеческие и представляете насколько гордость человека захватила вот это дух гордыни и превозношение насколько обманул сманипулировал что человек думает что он сам управляет этим миром и управляет своей жизнью я посмотрю япония какая страна это самая лучшая технология самые новейшие оборудования ну что они не знают что их острова присутся но они разве не укрепляли укрепляли ну просто чуть чуть больше волну поднял Бог и все и всему этому высокоубию всем этим новейшим технологиям всем этим первым самым самым пришло полное вообще полный развал причем еще не известно чего говорят что не смог не могут усмирить вот эту энергию которая освобождается сейчас вот процесс распада пошел и неизвестно что вообще вся территория она уничтожение уже находится потому что авиация очень высокая вот так Бог с высокоубием поступает не то чтобы он хотел уничтожить этих людей но Бог говорит я сколько могу долго терпеть однажды наступит день день когда Господь завал все человеческое высокое поднятие всякое высокомудрие всякое высокомерие всякое высокоубие будет поздравлено потому что Богу не нужно твое высокомудрие Богу Бог говорит если мудро кто из вас покажи это доброе поведение с мудрой кротостью кротость это то что необходимо нам с вами и как же нам что же нам делать теперь с этим высокоумием мы же где-то внутри понимаем что мы умные что делать будем скажите что будем делать смиряться смиряться как это как это смиряться сначала надо признать сначала надо признать что никакой я не мудрый и не умный и никакой я не усогий хоть у меня и рост два метра сначала нужно признать свою абсолютную невысокость перед Богом аминь и когда ты признаешь свое своеволение потому что дорогие мои смирение это не означает слабо сказаться что ты такой вообще половая тряпка все кто хотите и вообще я серая мышка не знаю в общем ни за что ответственность с ними это не про это это когда у тебя вот прет твоя воля изнутри вот прямо ты считаешь что вот так должно быть и никак иначе вот вот так хочу вот так когда прям воля твоя 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 такая большая рука твоя а тебе звонит кто то чтобы этот кто-то взял и вперед твоей воли тебе сказал понимаешь то есть вот я вот только посмотрела как на эндакл его нас нарушил вообще просто премьи сначала записались потом отписались потом опять записались потом опять записались и потом опять отписались здесь вам надо на смиряться или чего и на Это бывает для нас очень трудно. Боря того, я вам хочу сказать, настоящий лидер должен говорить тебе поперёк. Если лидер тебе поперёк не говорил, если у тебя не тренирует на смирение, он вообще не лидер, уходи не в него. Если у тебя только хвалит и облизывает, вдохновляет, мотивирует, подкачивает, это не лидер. Настоящий лидер должен тренировать. Настоящий лидер должен помочь нам смирять души наши. Потому что душа наша умирать не хочет, и смиряться она не хочет. И без помощи посторонней иногда ей пойти на крест вообще невозможно. Без того, чтобы кто-нибудь рядом посмотрел и сказал, ты это сделаешь. Ты это сделаешь, потому что я тебе сказала, вы знаете, в хаку я была потрясена. Стоит, сто, сто пятьдесят с лишним, в осторожном сцене сидели мы, да, большая, ну, большой такой зал, у них здание. И тысяча две лидера было, это была пасторская конференция, лидерская конференция, но прихожан не было. Это только лидеры были, только пастор, да, Тищенко. Вот у него в лидерах, ну, может, вы видели уже кассеты этого, Дима Макаренко, инопилиста, да, он вот такой, вот такой, вот такой, ну, бывший тоже бандит. Еще там у них один есть тоже, ну, такого же плана. Вот они сидят, они, знаете, как пастор слушает? Вот так. Он только вот так, ну, я поймал, они срываются, кто вперед, подлетит для демонстрации, чтобы он мог послужить. Причем он, да, он, он просто, мне кажется, на этом специально на нем просто издевался. Потому что он так, иди сюда, бегом, вот так, вот так, ради помешки, вот так, да, просто. Кто, значит, что-то сказал, сказал, что там не надо, он стоит, вот тут при нем как-то заводит, он стоит, стоит еще, и шелохнулся, пока пастор не скажет. А что, ты здесь все еще, да, он мне одесаетесь. Тут пошел сижу. Потом через какое-то время, и я вот смотрю, да, здоровые мужики, вообще, ну, такие, не 17, а 40 уже, по 50, да, они вот как послушные дети, вот так. Козырю, пошли и сделали, вот просто без всяких вопросов, без всякого обсуждения. А правильно ли это? А соответствует ли, а что-то я не чувствую в духе, вот, в третий. Я специально, например, приняла, потому что это необходимо, это необходимо для нас. Бог гордым, что делает? А смиренным? А смиренным? Если я хочу, чтобы вы были благословены, я буду вас смирением принимать. Я же хочу, чтобы благодать пришла в вашу жизнь. А если я хочу, чтобы благодать пришла в вашу жизнь, значит, я должна помочь вас смиряться. Ну, какое же это смирение, если я все время в твоей воле буду потакать? Я все время буду спрашивать, а какое у тебя желание? Катя, а что ты ночью хочешь? Хорошо, хорошо, давай, я тебя продержу, буду молиться за тебя. А хочешь ли ты вот к этому лидеру? Не хочешь? Ну, фиг, всегда на гогу берет. А вот к этому хочешь, Катя? А вот к этому? Ну, ты же должна захотеть. А какое там у тебя желание в сердце? Понимаете, о чем я говорю? И чушь ей смиряться тогда. У нее, наоборот, вот так живет, свечет на страх. О, попала в церковь. Прямо вот, чего хочу, то врачу. Прямо, чего мне нравится, то и дело. Но это не смирение. Настоящее смирение, это когда тебе охота одного, а Бог тебе. Вот, прям противоположный ходит. Вот иди, иди. И вот тогда приходят смирения душа наши. Аминь. И в этом нам нужно тренироваться. Что делать? Пять шагов. Выступишь. Первый. Признать своей волею. Признать своей волею. Вот почему Бог создал церковь. Вознаем в церкви пастора. Как главу, она за все отвечает. Не переживайте, если она накосячит, Бог с нее и спросит. Но у пастора есть видение, которое он дает своим для 12. Эти 12 дают другим лидерам. И это видение должно сменить всех вот одну картину. Для чего? Для того, чтобы оттренировать в характере твоем эту благословенную площадку для Божьей благодати. Признать своей воле. Второе. Покаяться. Третье. Отречься. Прямо идти кристу. Говорит, Господь, я отрекаюсь от этого высокомудрия. Отрекаюсь от этих мыслей, которые бомбардируют мою голову, что я лунный ауклак. Отрекаюсь во имя Иисуса Христа. Четвертое. Сделать выбор по слову. То есть сделать выбор по слову. Слово с большой буквы, а в скобках. Наставника. Потому что Бог будет использовать людей. Слышите? И занимайтесь духоманией. Бог создал теократию специально. Начиная с семьи, с Итемского сада. И сказал жене, ты должна подчиняться мужу. Это теократия. Детям сказала, вы должны подчиняться родителям. Это теократия. В церкви он сказал, все же повинуйтесь пастырям. Это теократия. Служителям, которые поставлены над вами. Для вас это, для вашего смирения. Пятое, последнее. Принять силу с креста. Силу воскресения. Потому что когда вы умертвите свою волю на Голгосском кресте, это будет одна часть Евангелия. Бог умер за вас. Когда вы принимаете силу, это вторая часть Евангелия. Бог воскрес. И в вас начнется это воскресение. Вот так происходит наше с вами формирование смиренного сердца и кроткого сердца. Смотрите, в Коринфианах написано, сеется тело душевное. И восстает тело духовное. Знаете, что я хочу сказать, дорогие мои, услышьте меня, пожалуйста. Бог не разговаривает с людьми, которые никогда не умерщвляют свою душу. Почему? Потому что это принцип. Чтобы дух твой вырос, чтобы ты стал духовным, сначала должно посеяться душевное. То есть какую-то часть своей души, своего характера, ты отдаешь на обрезание. Ты умерщвляешь на Голгосском кресте. И прямо пропорционально тому, сколько ты сдох для себя. В тебе взращивается или восстает сила духа. Не занимайтесь духоманией. Если вы не живете жизнью смирением, если вы над собой не работаете, если вы не дисциплинируете свой характер, никогда духовными людьми не станете. Потому что Бог сказал, кто потеряет свою душу, только тот отойдет. Понимаете? Сеется тело душевное. Я не верю в христиан, которые не работают над собой. Да хоть завалитесь вы. Хоть заделайте тело, не знаю сколько хорошего, прям добрых. Прям носитесь с утра и до вечера вот так, только благотворительностью этой занимаетесь. Но если вы не смиряете души ваши, если вы крест вот этот не используете для себя, и если вы на нем не расплинаете свои чувства, свои эмоции, свои неправильные мысли, свои мозги туда проклятые, не вешаете, я не верю в то, что у вас прям дух и Бог отговаривает с вами на телефонную трубку. Бог не может говорить, потому что вот на кого вы прислили. На смиренного. Аминь. Кого Бог видит? Смиренного. Кого Бог видит? Смиренного. Кто тут будет талантливого? И что подобного? У Бога нет проблем с талантом. Если надо, он тебе столько талантов даст, у того, который возгордился талантливым, там вот один он ходит, я ему 10 талантов дал. Только он меня знать не хочет. Говорит, заберу у него, кому отдать? Ой, это же один, у которого был, да? Кому отдать? А дайте кому, у кого есть таланты. Даже я буду тебе талантливым, но если ты дашь ему смиренный характер, обрезанный характер, дисциплинированный образ жизни, Бог даст тебе талант. Отнимет у того, в годовой высокомерной радостной. Очень важно для нас с вами быть людьми, корректируемыми. И вот есть такое слово. Корректируемый. Знаете, кто это такой? Это человек, который поддается изменению. И поддается влиянию на него. Есть люди, на которых ты хоть влияй, хоть не влияй. В них не изменяется ни цвет, ни запах. Ничего не меняется. Хоть влияй, хоть не влияй. Хоть дави, хоть не дави. Как с гуси вода. Но очень важно нам с вами, на самом деле, стать преображенным в волос Иисуса Христа. Правда? Надо, чтобы Божий характер присоял через нас. Именно характер. Аминь. И сейчас иллюстрация очень короткая, но она настолько классная. Мне все равно понравилось. Судьи, откройте. Мы прямо на примере Сансона с вами посмотрим, что значит смирять или не смирять себя. Кто знает такого героя Библия? Не везет. Библия-то читаете, нет? Слово Божие читается. Слово Божие читается. Все смиренные такие вот, которые боятся быть. Итак, суди 14 глава. Знаете, кто такой был Сансон? Назарей. Кто такой Назарей? Вообще, что такое обет Назарейства? Сансон, это человек, посвященный Богу. То есть человек, который избран Богом для особой миссии, для особого предназначения. И поэтому вся жизнь его, она должна быть посвящена Богу. Потому что через этого человека Бог собирается сделать какие-то великие дела. И вот Сансон был избран судьей Израиля. Когда не было царей, и поэтому самый большой человек в государстве, это был судья. Тот, который должен был решать спор людей, тот, который должен был учить народ Божьим заповедям. Именно через него народ получал руководство, получал наставление, получал все, весь план жизненный. Вот Сансон был избран этим человеком. Но у Сансона была серьезная проблема. С одной стороны, он был помазан, и у него было это призвание, и оно было засвидетельствовано. Помазание его являлось в силе. Он был очень сильным, очень крепким, настолько сильным, что он мог запас на льва просто разорвать, запас на его челюсть, там был такой момент, и это челюстью тысячи людей разбросать. То есть у него была физическая сила, не человеческая, а сверхъестественная, именно сверхъестественная сила. И несмотря на то, что на нем было призвание, на нем было помазание, он был судьей Израиля, и он был назареем, у него был очень много границ, у него была проблема, у него не было смиренного сердца. Он был человеком, который абсолютно не хотел работать над собой. Он не хотел делать работу над ошибками, когда он совершал какие-то неправильные поступки, и он не хотел меняться. И пример этот в Библии для нас с вами очень показателем, чтобы мы, читая его, не оправдывали свои грехи, а наоборот были защищены от тех поступков, которые делали. Четырнадцатая глава. Здесь момент, когда пошел самсон Фемиаф, и увидел Фемиаф, и что? Женщину. У мужчин так бывает, не обрезанно. И увидел женщину. И знаете, он там позачивал пришел вот так. Все, у него пашу снесло. Потому что он вместе с этим увидел, что-то произошло с его чувствами. Он увидел женщину, развернулся, пошел к капсу с Назием. Пришел и сказал, я видел в Фемиафе женщину из бочерей филистинских, возьмите ее мне в жну. Все. Представляете, он даже не разговаривал. Он даже не спросил, дорогая, ты еврейка или еврейка? Потому что нам с чужими жениться нельзя. А вообще какие у тебя принципы, какие у тебя ценности? А вообще у тебя ты тупо или злай? Ты вообще, это, можешь готовить умеешь или нет? Знаете, как он увидел? Это чувство вообще в вашу пашку снесли полностью. И все, что ты понимаешь, я хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я хочу тоже очень мамы и папы, идите быстро. Мамы и папы, мы строители, я не мамы, я хочу эту женщину, давайте мне ее в жну. Понимаете? То есть вот эта вот страсть, у которой мозгов нет совсем. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями и братьев твоих? И во всем народе моих, что ты идешь искать же множество землян, не обрезанных. А им, как говорится, он же сам не обрезанных. В характере своем, он сам был не обрезанных, понимаете? Поэтому у него вообще не было понимания, обрезанных, не обрезанных. Он же чувствовал всегда, что Бог с ним. Очень важная вещь, сейчас мы с вами поговорим. И сказал сам, что он отцу своему. Я так, нравится. Павел ему, что сказал только, что до этого. Как вы думаете, какой должен был прозвучать ответ? Вот у послушного сына. Если отец сыну говорит, ну, прямо конкретно говорит, Атул, нельзя брать ее в жену, я бабу, потому что она не обрезанная. Какой должен быть ответ? Ага. Ага. Или в крайнем случае, там, ну, обрежу, не вопрос. Или, там, ну, давай я с ней поработаю как-то. Ну, ладно, пап, что делать тогда, скажем, вот прям вот инвьюсивно. Чувствую, прям свадь не могу, есть не могу, аппетит пропал вообще. Правда, плохо мне. Ну, папу, не советую тогда, что делать. А здесь такое ощущение, что у Самсун 2 на 2. Уж обычно. Он, понимаете, он вот увидел, он почувствовал, больше ничего не может. У него одна фраза, у него как это, заела пластинку. Ее возьми мне, потому что она мне понравится. Хочу эти сапоги. Да мне не важно, где ты деньги возьми, потому что ты понимаешь, они мне нравятся. Ну, я хочу, я хочу вот это именно. Потому что оно мне нравится. Что это? Чувство, чувство, чувство. И он за этим, знаете, здоровый мужик, у которого силища была немереная. Но он был такой слабак. Он был такой слабак. Он был такой немощный перед своими чувствами. Такой зависимый от своих эмоций. От своего вот этого взора физического, да, увидел. 96-90. Все, с ними потекли и никакой силы в сапсоне не осталось. И дальше что? Дальше 3 перелистываем в 15-ю страницу. 6-й, это, да, 16-й баллок. Что мы видим? Как-то они там разобрались, с этой женщиной, да? Ну, так, забрались, все сожгли, и друг. Я сейчас все сожгли. Ну, потому что он это, он Самсон. Почему же силы-то полную? 16-я глава. Пришел однажды Самсон в другой город. Я так ищусь, зачем мы Тиграна хотели еще? Там пришел Финнафу. И первое, что он увидел? Женщина. В Газу зашел, первое, что он увидел? Женщина. Блудница еще, вообще прелесть. И знаете, что-то вообще никакого совета ни с кем не было. Ни с отцом, ни с собой. Вот увидел и зашел с вас. Вообще такой воу, я не могу. Просто увидел и зашел. Понятно, зачем блудница зашел? Библию почитать. Зашел и увидел там блудницу. Жителям Газа сказали, сам сам пришел сюда. И ходили они кругом, но понятно, что все боялись, подстерегали его всю ночь у порота города. Таили всю ночь. То есть у всех была одна только мысль этот самсон. Он очень много филистинлянных сделал горе. И они мечтали просто все убить его. И до утреннего света подождем и убьем его. А вот в это время нам злудница развлекается. Назарей. Судья Израиля, который должен показывать пример, подражайте мне, как я пришел, да, говорил Павел. А вам в это время вот образ жизни такой ведет. И что здесь написано? Самсон спал до полуночи, в полночь же встал. В полночь же встал. Ну, как обычно вообще все мужчины поступают. Они в полночь встают. Хватают двери городских ворот с собой. Микосиками поднял их вместе. Запор положил на плечи. Свои отнес их на вершину горы, которые на пути к Хивроду. Мне так нравится вообще. Смотрите. Что-то побудило его в полночи встать. Похоже на изденье он спал, потому что, да, я так понимаю. Побудило его встать. И настолько вот помазание и призвание человеку дает вот эту силу, дает все равно дает вот это вот правильное действие, да, что он не пошел же куда-то в другой дом. Он пошел конкретно туда, где находились его враги. Они сидели за воротами и сторожили его. И что он делает? Он просто берет, потому что все, он же понимает, что на нем, ну, помазание тоже, да, на нем призвание. Он поднимает эти ворота. Я представляю, как эти враги вообще рассыпались в разные стороны. Положил их на плечи, показал всем силу свою, показал всем красоту свою и отнес их на гору. То есть для него, для Самсона, не столько было поразить врагов, потому что его задача была избавить народ израиля через земля. Это было его призвание. Сколько показать ирую своих бинцепсов? Он не стал разбираться с врагами. Он устроил здесь, как это показные бывают, шоу. Он так, хоп, ворота поднял, и еще не то, что там поднял и в них бросил, а он так красиво с картиной походкой понес это все на гору. Дурдом какой-то. Зачем их на гору вообще носили? Где Бог сказал, что это твое призвание, Самсон? Они здесь стояли, здесь им неудобно, отнеси их, пожалуйста, на гору, они теперь там будут стоять. Твое предназначение вообще было спасти народ израиля от рабства, от елистемлян. А ты тут занимаешься тем, что помазание и дар твой, да, вот эту сильнушку, недюжину, ты тратишь на то, чтобы всем показать. Смотрите, какой я. Какой я вообще. Я же просто вот, я не знаю, всех хачков тоже забыл. У вас есть какие-то семинары? Когда-то в молодости. Еще что-то помнили. И дальше, что он сделал, угадайте. Четвертый стиль. Чем занимался самсон? Что делать с этими чувствами, не знаю. Полюбил он одну женщину, жившую на долине сарек, и пень до лета. Представляете? Влюбчивый просто он был. То одну полюбил, то другую полюбил, то третью полюбил. Родители ему говорят, ничего слышать не хочет, да? Никакого наставничества не принимает, никакого внушения не принимает. Просто, что хочу, то и делаю. Ну и в конце концов, для нас с вами, вот еще пока в этом месте, какая должна быть мысль? Человек, который имеет от Бога, да, имеет призвание, имеет предназначение, постоянно занимается не своим делом. Постоянно растрачивает время, силы на то, чтобы, что делать? Удовлетворять свои чувства. Удовлетворять свои чувства. Я же понимаю, что все женщины там падают перед ней, почему? Потому что это же сам слой. Но дальше-то что? Вот эта долина как раз была не из тех женщин, у которых не было ума. Да? Читаем дальше. К ней пришли владельцы филиптинские говорят, «Уговори его и выгоды, в чем великая сила ему, и как нам одарить его, чтобы связать его и усмирить его. И мы дадим тебе за это, за то каждые тысячу сто ситли серебра». И сказала долина Самсону, «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Скажите, она любила Самсону? Эта женщина имела только одну цель – заработать деньги, потому что ей было обещано тысячу сто ситли серебра. И она начала свою деятельность. Самсону ей говорит, «Если свяжут меня с семью с своими тетивами, которые не засушены, то я сделаю бессилен, и буду, как прочие люди». И принесли ей владельцы филиптинские семь сорок тетив, которые не засохли. Она связала его им. Между тем, один скрытый сидел у нее в спальне. И сказала ему, «Самсон, филистимляй, я не люблю тебя!» Он разогнал, то есть она напугала его, да, специально. На самом деле они же не шли. А он, как только услышал эти слова, что сделал? Разорвал тетивы, как разрывает нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. И не узнал силы. То есть он ей не раскрыл секрета, да? Она поняла, что он ее обвал. И сказал, говори да, Самсон, «Вот ты обманул меня!» И говорил мне ложь. «Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал мне, «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессиленными, буду, как прочие люди». Долетав сюда новой веревки, связала ему и сказала, «Самсон, филистимляй, я не буду на тебя!» Между тем, один скрытый сидел в спальне. И сорвал он из рук своих ткан нитки. И сказал бы тебе Самсон, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем будет связать тебя?» Он сказал мне, «Если ты воткнешься импост головы моей в ткань и прибьешь его гвоздем, то я буду бессилен, как прочие люди». И усыпил его до лета на коленях своих. И когда он уснул, взяла до лета сеньпост головы его, воткала в ткань, прибила гвоздями, и сказала ему, «Телестимляй, я тут на тебя Самсон». Он пробудился от сна своего, выдернул ткальную колодку вместе с тканью и сказал ему, «Кам же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной, вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». Смотрите, что он настолько тупой был, что я, Самсон? Что он не понимал, что каждый раз она собирается его лишить силы. Что он делает? Он заигрывался с этим грехом. Он настолько был уверен в Божьей вот этой любви, что он позволил себе компромиссы. Знаете, что он христианин иногда делает? Вот ему внук использовал папочка. Он же любящий. Ну и что? Ну и погрешу немножко. Ну и ничего страшного. Самсон не мог не видеть, что эта женщина постоянно пытается его убить. Но он был самоуверен. Так ведь? Он думал, что он выше нее, он сильнее, он умнее ее. И дальше что? И как она словами своими тяготила его всякий день, и мучила его, то душе ему тяжело стало до смерти. Смотрите, если мы душу свою не смиряем и не убиваем на головском кресте, то тогда ее измучает вот этот грех. Вот эти чувства неправильные. Потому что Сабсула была правильными с чувствами. Он понимал, что эта женщина лукавая. Он понимал, что она манипулирует им. Он понимал, что она собирается его убить, но это его чувства, они просто все покрывали. Понимаете? Вот эта его плохость, там последний раз, посмотрите, она только что два раза обманула, она писана, усыпила его, положив на колени голову его и гладила. Вот настолько он был раб своих чувств, рад своих эмоций, да, что он просто позволил ей душу свою до смерти замучить. И я хочу сказать, дорогие мои, необрезанные наши чувства, знаете, это может быть что угодно. Это может быть обида, это может быть депрессия, это может быть уныние, это может быть еще что-то. Так вот, если вы с ними все время заигрываете и цацкаетесь, вместо того, чтобы их распять на головском кресте, однажды они вас замучат до смерти. Вот точно так же, как с Апсона, эти чувства замучили, потому что именно чувства страдали его, душа его, душе ему тяжело стало до смерти. Именно душе его, дорогие мои, два выхода. Либо ваши чувства убьют, либо вы убьете свои чувства на колгосном кресте. Слышите, другого выбора нет. Но кто это должен убереть? Либо вы умертвите чувства, пойдете к колгосному кресту. Либо эти чувства так вообще замучат вас, что тяжело стало до смерти. И он открыл мне все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, и вы явно за ней, божие отчаянные матери мои. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаю слаб, и буду как прочие люди. Даледа видит, что он открыл мне сердце свое, послала, звала владельца филистинской, сказав ей, идите теперь, он открыл мне сердце свое, и пришли к ней владельцы филистинские, и принесли серебро в руках своих. Все, заработала. Она сделала свое дело грязное, и усыпила его Даледа на колени своих, призвала человека, велела ему остричься и косы, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. То есть, дорогие мои, если мы будем позволять нашим чувствам управлять нами, однажды Божье долготерпение закончится. И мы потеряем это, не потому что Бог это отберет, а потому что эти чувства убьют то помазание, которое есть в вас. На Самсоне было помазание, на нем была духовная власть очень сильная. Это для нас как прообраз. Но если мы не работаем со своей душой, если мы не смиряем свои чувства, если мы не относим на Долговский крест свое высокомудрие, свое вот это вот несмирение, то тогда, дорогие мои, однажды вот это как раз и лишит нас силы. Потому что не Бог остригло не Господь сверху взял и сделал был лысым. Это как раз вот эти чувства, они и лишили его и помазание, предназначение, призвание. И она сказала, что листеблянам, она сказала Самсона, Ферестебляне, и тут на тебя Самсона пробудился, от сна, сказал, пойду, как и прежде я освобожусь, и не знал, что Господь нас купил. Ферестебляне взяли его и выклали ему глаза. Смотрите, знаете, что способны сделать? Неправильные чувства, неправильные эмоции. Они решат вас видением. Они решат вас способности дальше видеть свое будущее с Господом. Он потерял зрение. Он потерял то, что приносило ему наибольшее удовлетворение. Скажите, где вы, женщины, каким органом своим видеться? На самом деле. Написано, вошел, ты увидел, вошел и увидел грудницу, вошел и увидел. Вот как раз то самое, что приносило ему такое удовлетворение, такое удовлетворение, такое, допустим, плоское. Именно это было от уничтоженного. Потерял духовное зрение, потерял видение, потерял глаза. Оковали его двумя медными цеплями и молотом в доме кузниках. И знаете, концовка вообще печальная. Владыцы филистинские собрались, чтобы принести великую жертву до полного своего повеселиться и сказали, Бог наш предал самсона, врага наши, руки наши. Это, конечно, очень обидно. Также и народ, видимо, прославлял Бога своего, у Бога с паникой Буку, да, написано, видите, то есть идолы, договоры, говоря, Бог наш предал в руки наши, врага наши, опусташите, извини, наши, который побил многих из нас. Знаете, что увидела в этом месте Писания? Мы как христиане иногда просто не входим в благословение, просто являемся как, ну, вы знаете, как посмеяние для мира. Люди смотрят на нас и говорят, ой, это че твой Иисус? Посмотри, ты как была нищая, так и нищая живешь. Как была больная, так больная и ходишь. Как ходила в проблемы, так и ходишь в проблемы. Знаете, в чем дело-то? Почему мы здесь? Разве это Бог не хотел благословить Самсона? Разве Бог не дал ему помазание? Проблема была в том, что он не смелел душу свою. Он не хотел работать над собой. И в результате в посмеянии был не Самсон, а Бог, который стоял за Самсоном. Огонь, и вот эти с маленьким ухом идоны, а они были возвеличены. О, какой Бог наш, он победил Самсон. Понимаете, мир будет смеяться на наде, если мы останемся с необрезанным сердцем. Так же и Бог в виде его прослал, так же и народу. А дальше. И когда развеселилось сердце, и в 25 стих сказали, позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвать Самсона из Нового узников, и он забавлял, и поставил его между столбами. И сказал Самсону отраку, который водил его за руку. Представляете, сильного, здорового мужчину отрак ведет за руку и говорит, подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним. Дом же был, представьте себе эту картину, как громадный был дом, гораздо больше, чем вот это здание. Мне даже трудно себе представить, больше, чем конгресс-холл, больше, чем дворец спорта. Потому что дом же был полный мужчина-женщина, там были все владельцы филистинские. Ну, то есть, вся элита филистинская, да, министры, президенты, князья. На кругле было до трех тысяч мужчин. Большая цифра, да? Смотревших, знаете на что? На забавляющих их самсон. Помазанных труб. И прозвал самсону Господу и сказал, Господи Божий, вспомни меня и укрепи меня. Когда я первый раз читала это место, я обратно за мной, наконец-то, к самсону пришел в укаяние. Наконец-то он понял, и мы пока с выколотыми глазами ходим вот так вот, перемалывал, запускал процессы этих жерновов, чтобы они молодые задали. Ну, наверное, он вникнул в себя. Наверное, он наскался, наверное, он сменился. Наверное, он тысячу раз сказал, Господи, побил меня грешным, прости меня, что я вместо того, чтобы мне исполнить предназначение, вести твой народ, я на банку потратил всю свою жизнь. Я просто ходил за этими женщинами, как, ну, похотливый самец, у которого не было силы, воздержание и силы усмирить свои чувства. Я буду там, наверное, за это время, по столетию времени прошло много, его жгулся отросли уже. Сколько надо времени, чтобы у мужчины опять отросли косы. Потому что у Самсона были косы. У меня не просто его жгут, как вывелись на голове, у него косы были. Я думаю, прошло достаточно времени, это был не один год. И за это время казалось бы, ну, надо было переосмыслить что-то. Должна была произойти переоценка ценности. Ну, знаете, что у меня просто вообще поразили эти слова. Как здесь написано? Укрепи меня, только теперь, о боже, чтобы мне хватит раз омстить через землян за народ Божий. Что там написано, скажите? Что никто не спорит? За глаза мои. За что он хотел рассчитаться с этими филистинскими князьями? Что он женщин этих видеть не может? как же так? Не могу я их теперь видеть. Ничего не понял вообще. Вот, здравствуйте. Я вообще была поражена. Я думаю, ну, как это можно было не понять вообще? Как можно было не увидеть в жизненной ситуации вот в этом обстоятельстве урок? И я тогда сказала, Господь, в чем самая главная проблема Самсона? А в том, что он не коррективный был вообще. У него, вот всю историю Самсона, читаешь, ни одного момента не было, чтобы он сел и задумался о себе. Чтобы он поразмышлял, вникнув в себя, в свои просмотрки, в свои мысли, в свои слова, в свои чувства. Не было ни одного момента, где бы он сказал, прости меня, Господи. Многие пенвейские герои падали, правда, вы это видели? Вы видели, как упал Давид? Но как только Давид понял, родился 50-й Псалом. Помните, как он сокрушался? Как он умолял, только Духа Твоего святого не отними. У него было что? Покаяние. Так вот, проблема гордых людей, проблема высокопудрия, проблема несмирения у людей не от покаяния. Слышите? Как вы можете понять о себе, вы вообще уже идете к смирению или еще нет? Спросите сами о себе. Вы часто каетесь? Или легко ли вам кается перед людьми своих неправильных послуг? Или вы все время отстаиваете свою точку зрения, свое высокоумие и в вашем уме все время находите истории, как бы вам сказать, что вы все-таки правы? у Санцона не было покаяния. Для нас это сильнейший урок. Ничего человека не понял. Храни нас, Господь, в таком характере, тупом характере, некоррективного характера, несмиренного характера. Вот почему человек великой судьбы закончил свою жизнь как раб с выкнутыми глазами, придавлен крышей омута. Разве Бог запланировал прийти в ухо? Нет, конечно. Господь сказал, ты помазай его, ты назови его, и дал ему сверхъестественную силу. И не вина Бога была в том, что Санцон потерял свое предназначение и не исполнил свою миссию. В чем была проблема? В необрезанном характере. Вот почему для нас с вами смирение это очень важная работа, это наш с вами труд. Это наш с вами труд. Дорогие мои, мы должны усилиться в этом, потому что смиренный Бог дает благодать. Знаете, у нас есть обетование для смирения, смотрите, Псалом 9.38, не открывайте, я прочитаю. Господи, ты слышишь желание смиренного. Оказывается, когда перед Богом начинает молиться смиренный человек, кроткий человек, Бог с нас услышит и молитвы отвечает на него. Если твои молитвы 300 лет не отвечены, и у тебя нет никакого движения, поработает теперь смирение. Я уверена, что проблема не в том, что Бог не может этого сделать. У Сансона от Бога было все. Тебе нужно поработать над своим характером. Тебе нужно смирить свою душу. И последнее местописание. Надя, можно уже играть. Притча 18-12. Что там написано? Притча 18-12. Давайте плечи все вместе. Притча 17-12. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Никогда не придет настоящий Божий успех в жизнь человека, который ставит себя вошли. именно перед падением возносится сердце человека. А вот настоящее слава для тех, кто стал смиренным. Потому что сначала смирение, а потом смирение предшествует славе. Аминь. И Бог говорит, конец дела, лучше начало его. И терпеливый, лучше воскресенье. Знаете, очень часто можно увидеть, что у человека прямо идет все. Ну прямо идет, вот открылось все и пошло. И здесь получается, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Но что Господь говорит? Это начало дела, дожди. У Самсона в начале дела одни победовали. Там через земля положил, здесь направо положил, здесь налево. Но Бог говорит, конец дела, лучше начало. Поэтому нам нельзя с вами успокоиться или расслабиться, пока дело не будет завершено до конца. Аминь. Потому что оценку нашему смирению Бог поставит где? В конце. Знаете, есть люди, которые начинают быть смиренными. Говорят, ну ладно, смирюсь под крепкую руку лидера. Пойду. Смотришь неделю свирены, две свирены, на третью неделю чём-то начинает происходить. И какие-то мысли приходят в голову, наверное, лидер ли тот? Мысли в голову не приходят, наверное, я не свиренна. Наверное, мне надо идти на крест и разбираться. Да? Но Господь говорит, то, что ты вначале таким показался пушистым, белым, мягким, ласковым, это ни о чём. Потому что конец дела. Конец дела. Важнее начало его. Вот когда ты принял решение, ты начал этот путь, и ты доходишь его до конца. Знаете, кто такие несмейные люди? Это скукуны. Вот я на них смотрю по жизни, они всё время перебегают с места на место, с работы на работу, от лидера к лидеру, из группы в группу. Вот такие, знаете, вот как только пока этот конфетно-шоколадный период знакомства с человеком, пока мать и сядь, всё нормально. Как только полушина, ребёночка уже начинает шлёпать, потому что всё, как будешь носить себя не будут, пешком можешь ходить. Давай, 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 посуду помыл, а полы, а это, а это, а он не хочет смиряться. И он пришит опять в новый конфетно-шоколадный период, к следующему, потому что первое время смиренный человек никогда не носится от лидера к лидеру, из центра в церковь, с работы на работу, не меняет жен, не меняет мужей, потому что у него есть правильное понимание. Во острове, не во внешнем. Самсону пришлось глаза выкрыть, чтобы он внешне не обвлекал. Уж сильно он на это внешнее заглядывался, чтобы он, Бог, надеялся, что когда он физические глаза выкрынет, у него духовные откроются. Но там патология получит. Понимаете, в чем я говорю? Смиренный человек, он ищет тренажер для смирения. Это тяжело. Это очень тяжело. Вы не представляете, как это случилось. У меня в пятницу вечером Бог не говорит. Иди в пост. Даже не вечером, еще в 3 часов шесть. Я так «А, Господь, мне же опять в понедельник в пост, у нас же пастырский пост». Принял. Иди в пост. Я говорю, «Ну, Господь, я так устала, только поехала, тут другой третий, только приехала, здесь только где?» Он такой «Иди в пост, дай-ка». А перед этим мы с Ильей, когда закупали никого, просто заехали на этот рынок овощных, потому что 3 копейки стоит, арбузы 3 копейки, ну, 5 кг. И вы не представляете, я куру сухнула, и дыню купила, и арбузку купила, и нектарин, и сливы. В общем, кузнятины полный тон. И у меня одна только была мысль, «Сейчас инкаунтер запущу, домой приду и расслаблюсь». Потому что как приехала в понедельник, каждый день, до 12 в час, домой прихожу просто угрожаю времени, не от физически. Ну, пусть сей, здорово, посидеть, подпечаю, урожать, и мне господь. Пусть. Я такая. «Ах! А сама же тема какую готовлю как раз». Я говорю, «Ну да, месяц смирения же». «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет! Принесла домой все, это выдразила все, положила все это в холодильник. А меня еще нам благословляли, конфеты такие вкусные подарили. Вчера как специально Алёна домой «Оль, гости позвала». Они у нас в чай сидят пьют с этими конфетами. Я тоже сижу с ними. Смиряюсь. Сижу, чаю попиваю голенькие. Когда он не кончился, даже поздно, мне надо, чтобы ты стояла в посту за себя. Я говорю, «Все, господь, не вопрос». Понимаете? Вообще неохотно. Я вам честно говорю, если вы думаете, что по старанию, «О, когда же мне сходят? 40 дней мы пойдем». «Да нет!» Та же самая плоть, те же самые чувства, тот же самый голод, та же самая усталость, все то же самое. Но ты уже кое-что понимаешь. Всякий раз, когда ты говоришь, «Не моя боль, но твоя». Да будет, что-то происходит. Сеется душевное и поднимается тело духовное. Понимаете? Давайте будем молиться, Господь. Прямо принесите покаяние, когда вы чувствовали, что Бог хотел, чтобы вы исполнили Его волю, а вы остались и исполнили Свою. Вот за Свою волю признайте Свою волю, прям признайте Его. Пусть Дух Святой наполнит вам, пусть Дух Святой покажет вам те моменты, когда вы выбрали не Божье, а человеческое, когда вы в высокоумии превознеслись в суждениях каких-то. И если вам действительно очень трудно стать под наставничество, покайтесь перед Богом и скажите Господь, мне нужен время, мне нужен тот человек, который поможет мне смирять душу мою. Дай мне твоей благодати, потому что непокорный человек непокорен Богом. И пусть это будет не внешняя смирение, но пусть это будет глубоко. Смиренное сердце, смиренный дух, смиренные мысли, смиренные чувства, смиренные эмоции. Я признаюсь, Господь, прости меня, прости меня, прости за высокомудрение, прости за превозношение, прости, Господь, за гордость, прости, Господь, во имя Иисуса Христа. Я каюсь перед Тобой и отрекаюсь от этих реакций, я отрекаюсь от этих ложных чувств, я отрекаюсь от этих ложных эмоций, я отрекаюсь от этой гордыни, от обида и прощения. Я отрекаюсь во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, Иисус, я прихожу к Твоему Кресту и прошу Тебя, забери этот грех, забери его в свое тело и пусть умрет этот грех во имя Иисуса Христа. И я выбираю, Господь, быть послушным Твоему Слову, я выбираю, Господь, смирение, как качество моего характера, я выбираю смирение, как образ моих мыслей, помоги мне стать смиренным человеком. Пусть это будет не только внешнее поведение, но пусть я намчусь иметь смиренные мысли, пусть у меня будут смиренные чувства, пусть мои выборы всегда будут в смирении и кротости. Научи меня, Господь, я знаю, что я сам не смогу этого сделать, но Ты воскрес из мертвого и дал мне силу воскресения, поэтому я принимаю Твою силу. Я принимаю, Господь, Твою силу, чтобы Твой характер, Твоя природа подвелась внутри меня, и я смог стать человеком смиренным, потому что Ты сказал, перед падением возносится в сердце человека, а смирение предшествует славе. И я не хочу потерять свою славу, свое призвание и свою судьбу в Тебе, как потерял ее сам сон. Пусть я буду поддакливой глиной, пусть я буду корректируема, пусть я буду человеком, способным изменяться под действием Твоей силы, Твоего наставления. Господь, дай мне эту способность к изменению, к работе над Собой, к дисциплине во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, и я слава Тебя. А сейчас помолитесь Духову, помолитесь Духову две минуты, не прекращай. Аминь. Будем побеждать себя с Божьей помощью? Сами не победим, только с Божьей помощью. Аминь. Что возьмет с собой у нас та часть, которая на вершине горы? Там, наверху, роза. Что возьмете с собой? Смирение. Смирение. А что означает смирение? Скажите мне самую короткую фразу. Не моя, но моя вотка. Все, молодцы, отличники. Если вы это поняли, слава Господу. И потом, вот в воскресенье я у вас спрошу следующее, можно? Сколько у вас было моментов, прям конкретных моментов, прям конкретных фактов, когда вы хотели сделать одно, но потом себе сказали, впрочем, не моя воля, но твоя Господь да будет. Ладно? Засвидетельствуйте. Прямо тогда в микрофон хоть попробую свидетельствуйте. Ладно? Расскажете? Договорились. Я благословляю тебя, Небя. На то, чтобы Дом Святой дал тебе силы и благодать, вникать в себя, в учебу, и смирить душу с вами. Будь внимательна к эмоциям, к чувствам, к мыслям, к решениям, к поступкам. И пусть Бог благословит тебя своей благодатью. И когда ты будешь гребен, ты войдешь в славу Божью, потому что смирение предшествует славе. И желание смиренного Господа слышит. Ай-ми!